Всем привет! Вы на моем канале Dasha from Russia. Сегодня я хочу обсудить с вами тему Какие же плюсы жизни в Калифорнии? Не переключайтесь! Поехали! Что я считаю большими плюсами, когда ты живешь в Калифорнии, в Америке? Самое первое, конечно, это отличная погода и хорошая, красивая, разнообразная природа. Природа с тобой на самом деле везде. Ты просто можешь выйти на пляж, допустим, вот здесь на пляже. У нас проживают суслики. Их очень много. Они живут в своей естественной среде обитания. Они построили себе огромные норы. И ты просто можешь идти по набережной, по берегу и наслаждаться единением с природой. Они не боятся тебя, они спокойно живут, их никто не трогает. Это очень хорошо и приятно. Также здесь очень много разнообразных растений, разных суккулентов, алоэ, цветущих много растений. Постоянно круглый год здесь деревья стоят очень нарядные, с цветами, с какими-то яркими листьями. Это мне очень нравится, так как я человек, который любит фотографировать природу, фотографировать цветы. И у меня просто глаз радуется, когда я хожу по улицам. Конечно, в России тоже у нас очень хорошая разнообразная природа. И можно съездить на Байкал или съездить на Алтай и понаблюдать за этим. Но, конечно, если ты живешь в большом мегаполисе, природа с тобой рядом, к сожалению, не очень сильно контактирует. И это, ну, как для меня, немножко грустно. Что дальше мне нравится в Калифорнии конкретно? Здесь очень дешевые авиабилеты. Ты можешь долететь, к примеру, до Лас-Вегаса. Лас-Вегас находится очень близко. Примерно в часе полета от Лос-Анджелеса ты можешь сесть на самолет. И за час ты будешь в Лас-Вегасе и заплатишь за это примерно 35 долларов. Вы представляете, за 35 долларов можно долететь до Лас-Вегаса. Примерно, расскажу вам цены до других городов. До Нью-Йорка можно долететь примерно за 300 долларов. До Чикаго также примерно за 300. Какой-то очень популярный период, допустим, в какие-то праздники или, возможно, на выходные дни это будет стоить 500 долларов в оба конца. Но я думаю, что 500 долларов долететь до Нью-Йорка не так уж и дорого. Что могу еще сказать? Здесь очень хорошие туристические маршруты. То есть, если ты, допустим, турист приехал в Калифорнию и хочешь что-то посмотреть, у тебя есть разнообразный и огромный выбор, что ты можешь поделать в дни своего отпуска. Ты можешь приехать, допустим, в доме на колесах и провести время с семьей. Ты можешь пойти в горы на хайкинг и провести время в горах. Ты можешь насладиться пляжем, ты можешь отдыхать на пляже, загорать, купаться. Но, конечно, не зимой, потому что купаться сейчас холодно. Ты можешь заниматься серфингом, ты можешь поехать в горы, которые находятся в двух часах езды, допустим, от моего города. И, пожалуйста, тебе сноуборд, здесь тебе море, и ты можешь наслаждаться этими видами спорта. Еще очень классно, что здесь можно посмотреть на миграцию китов. Как раз в феврале и в марте месяце в Калифорнии киты приплывают очень близко к берегу. И вот я жду, когда я смогу поехать. Возможно, на этих или на следующих выходных езжу посмотреть на китов. Также очень много здесь дельфинов. Можно насладиться природой уже, конечно, таких огромных млекопитающих. Увидеть, я думаю, мечта каждой девочки. Это очень популярно сейчас в наше время. Что еще мне нравится? Здесь люди немножко другие, чем у нас. Они более улыбчивые, веселые. Они пытаются постоянно тебе в чем-то помочь. Я, конечно, не говорю о всех людях и знаю о том, что некоторые улыбки могут быть наигранные, натянутые. И ты можешь просто... Просто у них такая манера поведения. Но, если честно, я приехала сюда, и все мои коллеги сразу стали мне помогать. Кто-то меня очень быстро обучил на работе, как правильно вести ассистентскую деятельность без всяких, допустим, каких-то пререканий со мной. Очень дословно и понятно мне все рассказал, чтобы у меня было хорошее понимание, как вести работу здесь. Допустим, другие мои коллеги каждый день после работы, 5 дней в неделю, довозят меня домой. Потому что они знают, что я без машины пока, и мне сложно передвигаться на автобусе. И они просто довозят меня, хотя, возможно, некоторым из них не по пути со мной. Мой дом не находится в месте пересечения, допустим, с их домом, с их дорогой домой. Но они тратят время и довозят меня до дома. Я не припомню, честно сказать, чтобы, допустим, директор какой-то из моих предыдущих клиник в России, где я работала, сказал, «Ой, Дарья, хочешь, мы тебя довезем до дома?» Я такого не помню. Люди просто даже директор, менеджер и остальные стараются мне как-то помочь. Плюс ко всему, допустим, на работе платят бонусы, зная, что я тут новый человек, только переехала в Америку. Мне, наверное, повезло, что я попала просто в такое место, где все пытаются мне помочь. Я очень благодарна этому. Мне очень нравится то, что здесь люди очень обходительные. И если, допустим, ты случайно наступил на ногу какому-то человеку, или случайно столкнулся с ним по ошибке, то они сами первым делом извинятся перед тобой, хотя они не виноваты. Они постоянно, допустим, пытаются быть очень вежливыми и внимательными. Если вдруг они подошли к тебе слишком близко, они могут сказать тебе «I'm sorry», и что они нарушили твое личное пространство. Об этом мне говорила одна моя хорошая знакомая, которая живет в Америке, и говорила, что, допустим, она хотела зайти в лифт, а в лифте уже были люди, и этот человек просто извинился и сказал, что он не против, что вы зайдете в его личное пространство, и сказал, что если вы хотите, можете поехать первое. Мужчина предложил девушке уступить место в лифте и поехать. Очень хорошо в Калифорнии, что здесь есть социальная помощь для людей, которые остались в тяжелом положении, или у которых нет хорошей финансовой возможности платить по своим счетам. Первое, здесь есть бесплатная страховка. Если твой доход составляет менее 2300 долларов, ты можешь подать на бесплатную страховку, и вся медицина, включая роды, у тебя будет бесплатная. Также здесь есть помощь людям, у которых нет средств к существованию, и у них нет денег оплачивать свою еду. Здесь можно получать купоны один раз в месяц. Тебе выдают такой чек на семью 900 долларов. Ты можешь пойти и купить в специализированных магазинах себе еду на эти деньги. Такую же свежую, хорошую есть магазины, которые сотрудничают с этой программой. Еще есть такие заведения, как футбанки. Если у вас тоже нет денег, вы можете поехать и взять еду абсолютно бесплатно. Церкви и благотворительные фонды спонсируют эти футбанки. И ты можешь, если тебе нечего кушать, пойти и спокойно взять эту еду. Интересно, что в Америке ты можешь родить ребенка. Да, по страховке это будет совершенно бесплатное обслуживание медицинской роды. И после этого твой ребенок сразу становится гражданином Америки. То есть если ты даже приехал без документов сюда, остался здесь после туристической визы, или приехал через Мексику, ты можешь спокойно остаться и родить здесь ребенка. И твой ребенок будет полноправным членом общества, гражданином Америки. Не все страны, к сожалению, по праву рождения выдают такие документы. Еще интересный факт, если ты получишь паспорт американский, проживешь, то есть с грин-карты, как я, здесь 5 лет, ты получаешь паспорт. И с этим паспортом ты уже, конечно, можешь путешествовать без виза в огромное количество стран. Ты можешь работать в другой стране, ты можешь путешествовать, наслаждаться просто всеми благами цивилизации и не тратить время на получение виз, не тратить деньги на получение виз. Кстати, еще прикольный факт, что если у тебя есть грин-карта в Америке, ты можешь съездить в Канаду и можешь съездить в Мексику просто попутешествовать, тебе не нужно получать никакую визу. В Канаду ты должен сделать онлайн-аппликейшн, онлайн-заявку, и это будет стоить для себя 7 долларов. После этого тебе дают разрешение на въезд в Канаду, даже если у тебя российский паспорт. И в Мексику ты не должен делать никаких заявок, ты просто можешь поехать и попутешествовать по чудесной Мексике. Спасибо, спасибо вам, что вы досмотрели этот ролик до конца. Все мне писали в комментариях, что почему, Дарья, вы о негативе каком-то говорите. Я решила записать для вас ролик о позитивных сторонах Америки. И я думаю, что их тоже очень много. И нужно принимать как хорошие, так и плохие стороны, если ты живешь в этой стране, и как-то привыкать к тому, что да, здесь есть трудности, здесь есть негатив, но позитив тоже есть. Поэтому всем людям, которые переехали в другие страны, желаю всем находить больше положительных моментов в своей эмиграции, принять все отрицательные стороны, если такие имеются. Всем хорошего дня, пока!